Привет, друзья! Если вы смотрите это видео, значит вам не терпится узнать о последних новостях Warface. Сегодня мы поговорим о модах 2.0, а также о финалах нашего лана, так что устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Система модов — это то новое введение, вокруг которого до сих пор не утихают споры, и мы понимаем, что она требовала доработок. И потому мы внимательно изучили ваш фидбэк и готовы представить вам систему модов 2.0. Если вы до этого с модификациями были не знакомы, давайте вкратце расскажу, как они работают. Для того, чтобы получить одну из них, нужно, чтобы ваше оружие поддерживало систему. Если это так, то необходимо выполнять специальные контракты или продвигаться по прогрессии предметов. За это можно получить специальную валюту — детали, на которой и создаются моды. С их помощью вы вольны изменять характеристики некоторых моделей основного или дополнительного оружия, а также снаряжения спектра. Другими словами, модификации позволяют развивать и настраивать снаряжение под себя. Например, повышать скорость смены оружия, ускорять скорострельность и так далее. Чем больше времени в игре вы проводите с тем или иным предметом, тем выше его уровень и больше ассортимент доступных модов. Для разных типов оружия — штурмовые винтовки, дробовики и так далее — доступен свой набор модов. В работе всего этого мы увидели несколько ключевых недостатков. Во-первых, моды выпадают случайно. Во-вторых, далеко не всё оружие поддерживает систему модификаций. Ну и в-третьих, невозможность сохранения полученных модов — это всё не круто. Со всем этим мы будем бороться в версии 2.0 и попытаемся сделать прокачку более доступной и интересной. Мы хотим переработать систему прогрессии и снизить количество уровней до 40 вместо сотни. Но не волнуйтесь, нынешний прогресс предметов сохранится на том же уровне. Если вы прокачали любимое оружие до 50 уровня из 100, в новой системе оно автоматически сконвертируется до 20. Кроме того, установленные на оружие моды перенесутся в инвентарь с сохранением их редкости. Если есть рвение, качаться быстрее можно будет прибегнуть к помощи ускорителя оружейного мастерства или попросту приобрести недостающие уровни. По мере прокачки оружия вы можете получать различные предметы, новые моды, детали, уникальное оборудование, а также слоты для модов. Кроме того, при достижении последних уровней мастерства некоторых моделей вы получите предметы кастомизации. Главной задачей системы модов мы видим сохранение оружия в мете на более длительный срок. Подбор удачной комбинации легендарных и уникальных модов, а также прокачка оружия займут немало времени, однако мы продолжаем искать наиболее сбалансированную систему наград. Поскольку в ПВЕ прокачка в данный момент идет значительно быстрее, мы поднимем общее количество опыта, получаемого в ПВП. Еще есть приятного, больше никакого рандомного выпадения модов. Теперь вы гарантированно получаете тот или иной мод при получении уровня вашего оружия. После открытия моды попадут в инвентарь, и уже там вы сможете улучшать их с помощью деталей или установить предбоем на оружие. Обратите внимание, что моды делятся на два типа, улучшаемые и уникальные. Первые можно прокачать, а вторые, соответственно, нет. При этом уникальный мод может стоять только один. Кроме того, моды с улучшениями выделяются в инвентаре определенным цветом. Например, обычный мод имеет белую ячейку, эпический — фиолетовую, а легендарный — золотую. Их все еще можно будет устанавливать на оружие из прошлых сезонов, однако список пополнится. Теперь системы модификации будут поддерживать АК-47, Побарм ПС-С-10, Ремингтон-870, СР-2 Вереск, М40А-5 и Дезерт Игл. Возможность установки модов, в том числе уникальных, разработанных специально для данных моделей, сделала это оружие способным конкурировать с последними новинками. Например, при использовании определенного набора модов снайперская винтовка М40А-5 по боевой эффективности приближается к АВП, имея похожие характеристики и возможность ваншотить противников в лучшие экипировки. Почти все моды для оружия и старые системы поставщиков теперь не имеют негативных эффектов. Это позволит сделать эти пушки еще сильнее. Да, они будут менее конкурентоспособными, чем новые модели, зато необходимое время для прокачки оружия из этой категории будет заметно снижено. Если прокачаете оружие до максимума, получите специальные предметы в награду. Среди них брелок с миниатюрной моделью оружия, уникальная нашивка и камуфляж. Что же касается механики получения деталей, то мы планируем ввести новые способы помимо выполнения контрактов и продвижения по прогрессии оружия. В будущем детали могут быть доступны в рамках спецпредложений в игровом магазине, а некоторое их количество вы получите в следующем боевом пропуске. И это далеко не все. До конца года мы планируем значительно пополнить список пушек, поддерживающих систему модов, и много чего еще. Ждите новостей и заглядывайте на ПТС. Без вашей обратной связи нам будет сложно. Ну а подробности, как всегда, читайте на сайте. Ну и напоследок хочу вам напомнить, что уже в эти выходные состоятся финальные сражения Warface Pro Summer 2022. В этот раз вам финал будет закрытым, но от этого не менее жарким, ведь он пройдет прямо тут, в нашей студии. Мы с Денисом будем брать интервью у игроков, покажем вам кухню того, что происходит за кулисами и не только. Сильнейшие коллективы уже 28 августа решат судьбу 6 миллионов рублей призовых. Смотрите трансляцию про Summer Legends на официальном твич-канале Warface вместе с нами и получайте твич-троп с классными подарками. Обращаем ваше внимание, что лут попадает в инвентарь по прошествии необходимого для просмотра времени, а некоторые из предметов можно получить только после активации уже полученного лута. Без активации полученного предмета счетчик для следующей награды не запустится. Перед тем, как начать сбор лута, вам необходимо привязать свой игровой аккаунт к твич. Для этого авторизуйтесь на твич, пройдите по специальной ссылке, она будет в описании, выберите версию игры PCCIS и все. Теперь вы можете отслеживать прогресс на странице Drops. Не упустите свой шанс насладиться невероятными битвами и заодно пополнить инвентарь. Это все на сегодня и... что? Подождите секунду. У нас какие-то помехи? Ну, это было странно, но кажется, мы все починили. Вы напишите в комментариях, как вам модификации 2.0 и подтопите в комментах хорошенько за свою любимую команду. И напишите, кстати, как думаете, кто возьмет главный приз в этом финальном сражении киберспортивного турнира. Ну, а мы с вами еще обязательно увидимся. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!